Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как обращаться со своим собственным капиталом. А в это непростое время тема сегодняшнего видео заключается в том, часто задают Максима, какие бы ты посоветовал посмотреть фильмы, чтобы понять, как зарабатывают, кто зарабатывает, как люди теряют деньги, какова психология заработка, какие-либо успешные кейсы. Вот посоветую, какие фильмы лучше посмотреть. Поэтому, если вам интересно мое мнение, какие бы фильмы я посоветовал посмотреть именно сейчас, вот именно сейчас, я сейчас дальше объясню, почему именно сейчас, то это видео для вас, обязательно смотрите его до конца, потому что, если вы посмотрите фильмы, которые я рекомендую, для вас будет понятен механизм потери денег. И когда мы говорим о потере денег, то основным механизмом потери выступают, как правило, эмоции, страх и жадность. И почему я рекомендую посмотреть эти фильмы? Потому что сейчас очень много информации, ну, то есть, глобальная ситуация, которую мы имеем в настоящий момент, связана с высоким уровнем долга, связана с монетизацией долга, с тем, что у нас начинает разгоняться инфляция, с тем, что растут индекс цен производителей. У нас повсеместно начинает падать покупательская способность денег. У производителей очень высокие сдержки растут. То есть, есть некие признаки, некие сигналы, которые говорят, ну, как некие такие признаки шторма. И штормы же тоже бывают разные, да, то есть, бывает просто ливень, бывает там шторм, не знаю, 2 балла, 3 балла. Бывает идеальный шторм, когда в одном месте сходится сразу несколько обстоятельств, каждая из которых в отдельности само по себе представляет угрозу, а когда они еще имеют некий совокупный эффект разрушительный, то это приводит к тому, что, ну, пережить этот шторм становится достаточно сложно. Поэтому те фильмы, которые я советую посмотреть в данном видео, они как раз-таки показывают психологию, показывают природу зарождения любого кризиса, как развиваются события, каковы настроения у толпы в этот период, как быстро он разбивается, как долго по продолжительности бывает и сколько занимает времени на восстановление. Самое главное, во многих фильмах показана, во-первых, историческая ретроспектива, то есть, показано, что было до, что послужило спусковым механизмом и, соответственно, чем закончилось, да, то есть, кто в итоге на этом потерял, кто в итоге на этом заработал и каковы механизмы заработка. И самое главное, извлечены ли из этого уроки и какие меры приняты для того, чтобы, допустим, этого не повторилось. То есть, насколько эти меры эффективны, насколько они работают и может ли повториться это в будущем. Итак, первый фильм, который я хотел бы посоветовать, в принципе, любому человеку, который занимается инвестициями, который хочет понять природу экономики, я бы всем советовал, это уже везде, есть Рэй Даллио, достаточно успешный инвестор. У него есть 30-минутное видео, как устроена экономическая машина. В этом видео рассказывается, в принципе, как устроена экономика в таком анимационном формате, достаточно доступной, которым рассказано простым языком, от чего зависят наши доходы, от чего зависит производительность труда, от чего зависит рост экономики, почему рост экономики в современном мире имеет некую такую волновую теорию, почему у нас есть спады, почему у нас есть росты, какие периоды, чем они обусловливаются, что влияет на это. И самое главное, когда бывают большие какие-то спады, типа Великой депрессии 30-х годов, большие потери, значительные падения экономики, то есть, что это обусловливает, как часто они повторяются, что являются предвестниками вот этих вот больших таких глобальных потрясений, и самое главное, как их пережить, и что нужно делать прямо сейчас. Человек такой, который смотрит в корень, да, он для себя очень много уроков может вынести. Для меня ключевым уроком является то, что, посмотрев данный фильм, я для себя сделал, что вне зависимости от того, в какой экономике живем, Россия, Европа, Америка, Азия, ключевой составляющей для получения капитала, для получения прибыли, является потребительская ценность и производительность труда. Сколько ты создаешь ценности за единицу времени. Если вы хотите это понимать, если вы хотите это применить в реальную жизнь, начните обязательно с просмотра именно этого фильма. Я рекомендую всем новичкам посмотреть данный фильм, чтобы понимать, как устроена экономическая машина, чтобы у вас не возникало вопросов, а что это у нас происходит, и на какие показатели мы должны обращать в первую очередь внимание. Второй фильм, это тоже, кстати, тоже продолжение Рая Далио, относительно недавно вышел. На ютубе в широком доступе он находится. Фильм называется «Меняющийся мировой порядок». Я думаю, ссылочку мы даже оставим под данным видео. Там речь идет о том, как происходит смена мирового порядка. В России человек, который говорит об этом, это Сергей Глазьев. Можете посмотреть, опять-таки, его интервью с господином Евгением Коганом. В принципе, и Сергей Глазьев, и Рэй Далио говорят об одном и том же, но у Рэя Далио это такая анимационная платформа, где он берет историю, каким образом выделяются лидеры в экономике, как возникает новый мировой порядок, что является первопричиной, из чего складывается успех гегемона мирового. То есть, когда был успех Голландии, почему Голландия в свое время была гегемоном и занимала лидирующее место в мире, как экономика. Когда и почему сменила ее Англия? Когда и почему Англию сменили Соединенные Штаты Америки? И самое главное, кто и почему меняет сейчас? Система управления экономикой. То есть, каким образом происходит система управления, как она меняется в настоящий момент, куда уходит капитализм, и что приходит взамен капитализма. То есть, некая управляемая экономика, что стоит во главе угла этой экономики. И самое главное, когда происходит смена. То есть, и почему, казалось бы, экономика, которая является мировым гегемоном, то есть, конкурентов ни у кого нет. То есть, если вспомнить начало 20 века, у Англии фактически не было никаких конкурентов. Да, там что-то как-то росла достаточно активно. Россия с Германией. Но, тем не менее, 19 век он стал таким, что даже близко никто не мог подойти к Англии. В плане колоний, которыми она владела, в плане денежных потоков, которые она получала, в плане военного оснащения, силы, мощи экономической державы. Но, тем не менее, какой-то слом происходит. Вот когда происходит этот слом? Что происходит такое в другой стране? Что является основой этого слома? И каким образом происходит перераспределение, когда гегемон сменяется другим? И в результате чего? Посмотрите, очень ценно, очень полезно. Особенно сейчас, когда многие признают, что главенству американской экономики приходит конец. Что приходит на смену? Почему? Важно для людей, которые занимаются сейчас инвестициями, которые осуществляют глобальные инвестиции. И вы тогда для себя можете полезного подчеркнуть, в какие экономики сейчас имеет смысл обратить особое внимание. И, в принципе, для себя выстроить такую долгосрочную стратегию, на что конкретно вы будете смотреть в конкретной экономике, страновой экономике. То есть, на какие затраты вы будете обращать наибольшее внимание, потому что эти затраты и эти вложения, допустим, в технологии, в человеческие ресурсы, они являются основой, как минимум, основой для того, чтобы сменить ближайшего гегемонта. Посмотрите, будет ценно, интересно. На самом деле, очень интересно. Обязательно поставьте лайк данному видео, друзья, и чтобы не потерять, сохраните у себя эти ссылки в избранном, чтобы вы могли периодически возвращаться и просматривать лично для себя. Я стараюсь как минимум раз в год вернуться к каждому из этих фильмов и посмотреть это еще раз. Следующие два фильма, которые хотелось бы рекомендовать, тоже они являются документальными. Первый фильм называется «Великая депрессия США 1929 года», и второй фильм называется «Инсайдеры». О чем данные фильмы? Они в какой-то степени схожи по своей ценности, просто они показывают как раз-таки причины кризиса, то есть что является первопричиной того, что фондовые рынки взлетают очень сильно в цене, как работает человеческая психология, что происходит, сколько люди зарабатывают, как они разочаровываются, каким образом происходит падение, какие меры принимает государство, как правило, и кто зарабатывает на всей этой панике, каким образом. То есть показана вся подноготная финансовая индустрия, каким образом развивается, есть цифры, есть факты, очень динамический сценарий, пролетает, как правило, на одном дыхании данный фильм, надо смотреть. Почему сейчас это важно? Потому что мы говорим о том, что Великая депрессия, она была очень разрушительна как для владельцев активов, так и не только для владельцев активов. То есть удар же пришелся в конечном счете по всей экономике Соединенных Штатов Америки. То есть рынок, это сначала рынок обвалился, а потом, соответственно, экономика снизилась. Каким потерям это привело? С чем столкнулись люди, которые владели активами? Что происходило с уровнем безработицы? Что самое главное привело к восстановлению этой экономики? Какие действия привели? И, соответственно, нужно понимать, что как минимум, если что-то подобное произойдет и в будущем, то первым делом, что будут делать, будут смотреть в историю. А что сделали тогда, когда были вот такие вот критические падения самой экономики, фондовых рынков, цен активов, что предпринималось тогда, что было эффективным, что было неэффективным, что сработало, что нет, потому что первым делом, скорее всего, будут применять уже сработавшие механизмы. То есть второй фильм «Инсайдеры» показывает природу кризиса 2008 года. То есть что такое кредиты саппрайм, как это происходило, как работала жадность, сколько зарабатывали банки, каким образом зарабатывали банки, что произошло с обычными гражданами, что произошло с акционерами, миноритариями. То есть мы, подписчики, как правило, не являемся контролирующими акционерами. Если мы занимаемся инвестициями, то мы являемся миноритарными акционерами. То есть вы увидите, там показано, что происходило с миноритарными акционерами, которые не имели значительного влияния на ситуацию в компании, то есть как их просто кидали. Очень много я слышу заявлений, что в Америке все прозрачно, в Америке интересов инвесторов защищаются, то есть там больше 100 лет фондовому рынку, капитализм, все хорошо, замечательно. Вот, ребят, если хотите факты по поводу того, как на самом деле в период кризиса защищают, кого защищают, какими способами, просто узнайте, просто посмотрите фильм «Эсайдеры», сколько налогоплательщикам обошлось по счтению финансовой системы, сколько они на этом заработали и самое главное, решили ли проблемы, которые возникли. То есть основной вывод, который можно из этого фильма построить, что проблемы, которые были в 2008 году, если вы посмотрите, глобально не решены. Ни одна. Слово «вообще». И сейчас они только увеличились. То есть если смотреть опять в первую причину, объем проблемы увеличился, объем долга увеличился, что послужило спусковым крючком, механизмом, который запустил вот этот вот высокий уровень долга, высокий леверидж, который привел к кризису, чтобы это начало падать. Это повышение процентной ставки. Рост процентной ставки. Почему? Смотрите фильм, узнаете. А если перекладывать на сегодняшнюю ситуацию, что мы наблюдаем в настоящий момент? Беспрецедентные меры по повышению процентной ставки, которые принимает Федеральная резервная система, скорее всего, сопоставимые меры примет Европейский Центробанк в следующие 3-6 месяцев. И нужно понимать, что если тогда это послужило спусковым механизмом, то, скорее всего, и в будущее, на перспективу, там, год-полтора, это тоже может привести к определенным последствиям, только еще большего масштаба. Смотрите, это будет интересно и полезно. Последний фильм, который хотелось бы порекомендовать, документальный посмотреть, это фильм, который называется «Капитал в 21 веке». Здесь, наверное, нужно быть немножко таким критичным к моменту подачи информации. То есть, здесь идет такой право-радикальный толк. То есть, что я хочу посоветовать? Не принимать все на веру, но как развивался капитал в 21 веке, начиная там с Первой мировой войны, как развивалась, как менялась система, что происходило с привязкой доллара и почему к золоту, как это принималось, к чему в итоге это привело, да, то есть, каким образом ведет себя Федеральная резервная система. То есть, там может сложиться некое такое впечатление, да, что есть некий такой заговор, да, всемирный заговор. Есть какое-то там серое правительство, которое все им это управляет, всем этим решает. Но саму ретроспективу посмотреть, как это развивается, каким образом у нас происходит обнищание, начиная с начала 20 века, как у нас обнищает средний класс, какие инструменты используются, как они внедряются, как это выстраивается во временном периоде, тоже очень полезная информация для мыслящих людей, которые хотят развиваться и понимать, что же происходит глобально, каким последствиям это может привести и что нужно поменять в отношении себя. Друзья, все вот эти вот фильмы, они связаны еще раз, если делать краткое резюме, почему я именно их советую посмотреть, потому что мы стоим на пороге больших изменений. Смена мирового гегемона, мирового порядка, смена системы управления экономически, капитализма в том виде, в котором он есть, то есть даже если смотреть историю, политэкономию Карла Маркса, он говорил о том, что следующим этапом после капитализма должен быть социализм. И невозможно, на самом деле, в первых его трудах суть заключается в том, что невозможно перешагнуть этап капитализма. Но следующим этапом эволюции капитализма будет социализм. И то, когда мы видим сейчас, какие экономики растут, нужно признать как факт, что система управления социалистическая. Что это такое, каким образом устроено? Вот смена мирового порядка гегемона, мы живем в эпоху, которая бывает, как я уже говорил, раз в сто лет. То есть смена мирового порядка происходит раз в сто сто пятьдесят лет. Это как минимум два-три поколения. Вот на наше время, я считаю, что меня смотрят взрослые люди, то есть не дети. Детям не интересно, наверное, смотреть контент, который у нас есть на канале. То есть на наше поколение с вами пришлось то, что еще раз повторится, наверное, только через два-три поколения. То есть то, что видят мои внуки. И это дает очень много возможностей. Это заключает в себе очень большую долю риска. И почему я говорю о документальных, а не художественных фильмах? Художественные фильмы, они интересны. Но дело в том, что слежение сюжетной линии сопереживания главным героем приводит к тому, что теряется сама суть проблемы, которая происходит. Если вам интересно, чтобы я записал отдельное видео по поводу художественных фильмов, поставьте комментарий, что интересно. Соберем сто комментариев, что это действительно представляет интерес, я обязательно дам. Но опять же, что сейчас важно? Сейчас важна психология, механизм зарабатывания денег и потери денег в период коренного слома парадигмы. Что приводит, как реагируют люди, какие признаки, предвестники будущих проблем мы можем наблюдать, соотнести это с текущим положением дел и посмотреть, кто и каким образом выиграл в такой ситуации. Для этого, мне кажется, наиболее интересно перспективно смотреть документальные фильмы, хронологию событий, чтобы для себя сделать выводы и, как я говорил, вы на этом канале, чтобы сохранять и приумножать свой капитал, я думаю, что здесь у вас будет именно возможность этим воспользоваться, сохранить и приумножить. Поэтому обязательно подписывайтесь, щелкайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео, лайк, если понравилось. Было бы здорово услышать ваши комментарии от людей, которые просмотрят рекомендованные фильмы. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok